Всем привет, ребята! Богатейший Дина связи. И пока в Ростове катаются на такси за биткоин кэш и в том же городе в магазинах появляются банкоматы, работающие с биткоином, мой канал достиг заветной отметки в 10 тысяч подписчиков. И было бы символично, если бы биткоин сейчас стоил бы 10 тысяч долларов. И как я когда-то давно обещал, на 10 тысяч подписчиков я выпускаю гайд о покупке криптовалюты в 2018 году. В этом видео я расскажу вам не только о том, как обменять свои фиатные деньги на криптовалюту, но и о том, как конвертировать одну криптовалюту в другую, где же хранить свою криптовалюту, как отслеживать стоимость своего портфеля и самое главное, как же обналичить криптовалюту. Ведь мы хотим потом куда-нибудь потратить свои денежки. Я делал это видео несколько дней и думаю, что у меня получилось создать достаточно подробный гайд. Но прежде чем я начну, мне интересно узнать ваше мнение, какую же криптовалюту вы считаете достойной покупки в этом году. По этим комментариям мы приблизительно узнаем настроение участников рынка. Возможно. А может и нет. Итак, первое, что нужно сделать, это выбрать криптовалютную биржу, на которой мы будем покупать криптовалюту. Я торгую в основном на Binance, поэтому регистрироваться будем там. Я оставлю ссылочку на нее в описании, это моя реферальная, правда, но я не думаю, что вам будет жалко по ней зарегистрироваться. Но вы можете посмотреть и другие биржи на сайте CoinHills, ссылочку я тоже оставлю в описании. Правда, как мы видим, Binance на первом месте. На Binance торгуется аж 123 монеты, а объем торгов от всего криптовалютного рынка составляет 18%. Давайте перейдем на сайт, выберем язык русский. Он немного кривой здесь, но в принципе и так все понятно. Жмем кнопку регистрировать, вводим почту обязательно от гугла, придумываем пароль и жмем птичку. Обязательно это дело нужно где-нибудь записать, чтобы не забыть. Далее складываем пазл, просто вот этот бегунок двигаем вправо и готово. Такая вот развлекательная капча. Не забудьте посмотреть на свою почту, там придет письмо с активацией вашего аккаунта на Binance. Собственно, все, поздравляю, теперь вы можете торговать на Binance. При входе в аккаунт вы также вводите свои данные, разгадываете пазл и далее вам предлагают установить двухфакторную аутентификацию. Для китайцев, которые причем живут только на материке, можно установить смс-подтверждение для входа. А для нас, жителей СНГ, Российской Федерации, увы, такая возможность не предусмотрена. Двухфакторка это по сути приложение на вашем телефоне или вашем браузере, которое будет показывать рандомный код, необходимый для будущего входа на биржу. Это сделано ради безопасности ваших средств. И лучше продублируйте это все на флешку или на бумагу, или сделайте скриншот и тоже куда-нибудь себе на флешку скиньте. А то мало ли телефон где-то посеете и доступ к бирже вместе с ним. Кстати, без верификации аккаунта вы можете выводить средства на сумму до двух биткоинов в сутки. Если хотите больше, придется уже подтверждать свою личность. Для этого нужен загранпаспорт и фотография вашего лица с вашим загранпаспортом. Для новичков это в принципе не нужно, я сомневаюсь, что у вас будет торговый оборот в два биткоина в сутки. Торгуются активы на этой бирже по отношению к биткоину, эфиру, бинанскоину или конечно же к тезеру. Поэтому, чтобы купить какую-то криптовалюту на этой бирже, нам нужен биткоин или эфир. Давайте внесем депозит в биткоинах, например. Для этого переходим в актив, далее жмем баланс и видим список валют. Ищем биткоин и жмем кнопку депозит. Здесь мы видим наш биткоин адрес. Теперь переходим в обменник. Ссылочку я тоже в описании оставлю. Выбираем направление обмена. Если у вас карта банка, выбираем ее. Если у вас вебмани, выбираем вебмани. У меня, к примеру, приват 24, поэтому я выбираю приват 24 на биткоин. Я обычно меняю на битчейнджер, это не реклама, если что. Переходим на сайт обменника. Здесь вводим свои данные. Не думаю, что для вас это будет проблемой. Сюда вставляем биткоин адрес своего аккаунта на бинансе. Пишем сумму обмена, например, 20 тысяч гривен. И получаем за это 0,08 биткоина. Ждем подтверждения в сети. Обычно перевод занимает около 20 минут. Итак, когда ваши сатоши уже притопали на адрес вашего биткоин кошелька, переходим в торговый центр. Выбираем основной. Переходим на вкладку торги по отношению к биткоину. И выбираем валюту, которую нам нужно купить. Например, это будет бинанс коин. Почему бы и нет? Хорошая монетка. Итак, здесь мы видим стакан на продажу. Здесь стакан на покупку. Выше указана рыночная цена актива на данный момент. Если вы не хотите особо напрягаться, покупайте сразу по рыночной цене на всю котлету, как говорится. Либо можно поставить ордер на покупку по вашей цене. На самом деле, тут еще и стопы можно ставить, и тейк профиты. Но видео не об этом. Хотя и об этих вещах я, наверное, тоже видео сниму. Итак, мы купили бинанс коин за наши сатошики. Теперь у нас есть бинансы на балансе. Также можно купить любую другую валюту. Например, рипл. Вот теперь у нас риплы есть на балансе. Следующий еще более важный вопрос. А где же хранить свою криптовалюту, чтобы ее никто не упер? На самом деле, если вы не инвестор, а трейдер, то возможно это делать прямо на аккаунте биржи. Ведь вы будете постоянно торговать валютой, продавая, покупая ее. Теоретически, никто не сможет немножечко украсть ваши монеты отсюда. Но на самом деле, биржи очень часто взламывают. Поэтому такой способ хранения криптовалюты не самый безопасный. Особенно, если вы долгосрочный инвестор. Куда более безопаснее хранить валюту в кошельках. Есть несколько видов кошельков. Онлайн кошельки, десктопные, аппаратные, браузерные, мобильные и даже бумажные. Вообще, это зависит от самой криптовалюты. У некоторых валют своих кошельков может даже и не быть. Если вы связываетесь с онлайн кошельками, нужно понимать, что их тоже могут сломать, как и биржу. К тому же, есть очень много нехороших людей, которые создают подобные кошельки и жаждут украсть ваши деньги. Поэтому все нужно проверять. Для эфира я использую онлайн кошелек MyEtherWallet, а для биткоина BlockchainInfo. Десктопные кошельки вы можете хранить у себя на жестком диске. Но мне этот вариант тоже не особенно нравится. Особенно, если этот кошелек изначально скачивает всю цепочку блоков. Можно до конца света ждать завершения этого процесса. Лично я использую аппаратный кошелек. Он похож на флешку. Я заказывал его напрямую у производителя. Называется он Ledger Nano S. Подойдет для тех, кто хранит криптовалюту на долгосрок. Торговать с него неудобно, кстати. Поддерживает основные криптовалюты и очень удобен в пользовании. А главное, он намного более безопасен. И пусть ваши аккаунты на биржах и кошельках ломают по 100 раз в день. Но с этой флешечки все равно никто ваши биткоины не украдет. Предупреждаю сразу, заказывать с Алика или еще каких-то левых ресурсов дело довольно опасное. Можете нарваться опять на мошенников. Были уже такие случаи и не раз. И следующий вопрос. Как же следить за своей криптовалютой? Чтобы все движения курсов на купленных активов и их суммарная стоимость были всегда перед глазами. Я обычно пользуюсь приложением на мобильном телефоне. Это очень удобно. Например, Delta. И это опять не реклама. Это приложение отображает стоимость вашего портфеля, изменение его цены за последние сутки. Также можно смотреть по каждой монете отдельно и следить за графиками курсов. И при этом она абсолютно бесплатная. И последний шаг, ребята. Как же вывести криптовалюту в наличные деньги? Ведь кто бы что ни говорил, а потрогать настоящие бумажные деньги и ежу приятно. Помните, как мы покупали биткоин? Здесь действия будут практически такими же, только наоборот. Продаем свои купленные Binance Coin или Ripple или что-то еще за биткоин. Далее переходим в обменник и выбираем направление обмена биткоин на карту банка, например. В моем случае это будет Privat24. Выбираем обменник. Заполняем данные. Тут, думаю, разберетесь. Далее обменник даст нам адрес, куда нужно отправить биткоин. Переходим на биржу, ищем наши биткоины, выбираем вкладку «Снять». Сюда вставляем биткоин на адрес обменника. Тут пишем, сколько отправляем. Не забудьте посчитать сюда комиссию биржи. И отправляем. 20 минут и деньги у вас на карте. Покупайте, что хотите. Что ж, ребята, надеюсь, видео было для вас полезным. Если хотите более подробный видеоролик о торговле уже на самой бирже, пишите в комментариях. Я обязательно такой видос сниму, если он вообще кому-то нужен. Делитесь этим видосиком с друзьями. А то реально, даже среди моих друзей, мало кто знает, как вообще можно купить криптовалюту. Давайте просветим как можно больше народа. Даешь криптовалюту в массы. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok